Хотел как лучше, а получилось как всегда. Именно так можно охарактеризовать визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Турцию. Он этим визитом вызвал волну негодования в армянском обществе. За главой правительства еще больше закрепилось клеймо предателя. Это подтверждает результаты опросов, проведенных в Ереване. Большинство респондентов отказалось воспринимать поездку армянского премьера в качестве жеста примирения с Турцией. Они посчитали действия Пашиняна оскорблением всего армянского народа. А больше всего оскорбило их то, что на церемонии начала исполнения обязанностей новоизбранного президента Турции Реджепетей Пердугана премьер-министра Армении посадили не в первом ряду, как почетного гостя, а во втором, прямо за президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он отправился к своему старшему брату. Позор нашему народу, что имеем такого премьер-министра. У него отсутствует чувство самоуважения. Он душевно больной человек. Что мне еще сказать? Как он мог отправиться поздравлять Эрдогана? Если он так дружит с президентом Турции, почему не просит его разобраться в ситуации вокруг дороги в Карабах? Армения не имеет хороших отношений с Турцией. По-другому и не может быть. Просто наше руководство, к сожалению, поступает как себе угодно. Ведь у представителей власти очень даже тесные связи с Турцией. Может, Турция помогает ему и дальше держаться у власти? Из-за всего этого ни одна страна не захочет быть посредником в армяно-турецких отношениях. Мы простые люди. Что нам говорить об этом? Сегодня нас волнует только мир в регионе. Когда же откроются новые рабочие места? Когда же мы заживем нормально? Нашим детям, что ли, заниматься попрошайничеством? У них, в отличие от некоторых, нет возможности ехать в другую страну. Что им теперь от безысходности броситься в озеро? Недовольные визитом Пашиняна в Анкару убеждены в том, что у него было достаточно политико-дипломатических причин не ехать туда. Визитом в Турцию армянский премьер, как считают недовольные респонденты, пожертвовал чувством достоинства в угоду своих ограниченных политических интересов. Поддержку Пашиняну в этом вопросе агрессивно настроенная часть армянского общества приравнивает к предательству. Но тем не менее, некоторые соотечественники все же осмелились выступить за премьера. Они уверены, жест Пашиняна Турция оценит. Естественно, мне бы не хотелось видеть его в Турции, но это было необходимо с политической точки зрения. «Думаю, что нужно общаться и говорить с руководством Турции. Может, в итоге удастся прийти к общему знаменателю. Как долго может продолжаться отсутствие отношений? Все страны воевали когда-то в прошлом. Но они же столько не враждуют, как это делаем мы. Посмотрите, какие нормальные отношения у этих стран сейчас. Если мы будем продолжать еще сто лет говорить о геноциде, ситуация в нашей стране не улучшится. Поверьте, все станет еще хуже». «Думаю, самое главное для нас сегодня – наладить отношения с Турцией. Нужно быть в хороших отношениях с этой страной. Обратное нам невыгодно, будьте уверены. Нам же нужно развиваться, двигаться вперед. Нельзя постоянно жить вот так. Раз его пригласили в Турцию, то он был обязан ехать. Не могу понять логику общества. С чего бы ему отказываться? Отношусь к его решению очень даже положительно». Ситуацию вокруг поездки Пашиняна в Турцию искусственно нагнетают и представители армянской оппозиции. «Они собираются и дальше поддерживать туркофобию в обществе». Несколько депутатов от оппозиционных фракций уже даже анонсировали новую волну митингов против премьер-министра, предложив проводить их около памятника операции «Немесис», в ходе которой были убиты турецкие дипломаты. Шамистам Амедов, CBC. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова